Сатана обещал Аллаху четыре вещи. Он сказал, «Я непременно введу их в заблуждение. И вы посмотрите на большинство человечества сегодня. Вместо того, чтобы стать рабами милостивого, они являются рабами шайтана». Далее он сказал, «Я дам им лживые страсти и желания». И, причисто Аллах, в широком смысле вы можете подразделить лживые страсти и желания на две категории. Первое – это ваши плотские желания, желания вашего тела. Вы только взгляните на наше общество, как же оно поддалось наущениям сатаны. Серьезно, обратите внимание на наше общество сегодня. Оно сексуправляемое, общество одержимое сексом. Это общество, которое продвигает понятие «безопасный секс», потому что, по их мнению, это только лишь физический процесс, в то время как, с точки зрения ислама, это еще и духовный процесс. Когда муж приходит к жене, он читает мольбы, и Аллах, Свят Он и Велик, защищает их ребенка. И ученые говорят, что это первое право ребенка, потому что это еще и духовный процесс. А что происходит в наше время? Если к 16 годам вы еще не лишились девственности, то значит, что-то с вами не так. Поэтому одним из семи человек, который будет под тенью Арша в судный день – это молодой человек, выросший в поклонении Аллаху. Он будет под тенью трона Всевышнего. Таким образом, первое – это плотские желания. Второе – сатана будет вводить вас в заблуждение, заставив вас поверить в ложные устремления этой земной жизни. И он сделает эту земную обитель целью всей вашей жизни. Он не только сделает эту земную обитель смыслом всей вашей жизни, он даже не оставит вам времени задуматься о настоящем смысле вашей жизни. Причисто Аллах, мы видим, что обещания сатаны сбываются. Они дают вам ваш телевизор, затем видео, затем DVD, затем дают спутниковые антенны, и у вас такое количество каналов, что их и не сосчитать. Потом они дают вам ваш мобильный телефон с настройками голосовой активации, со встроенной видеокамерой, способной снимать. Затем они дают вам интернет, а потом уже интернет в мобильном телефоне, как это написано в некоторых публикациях. Вы можете заниматься покупками до смерти. А когда же вы умрете, этот же самый сатана скажет вам, не вините меня, вините себя. Я всего лишь позвал вас, а вы подчинились. И вы будете обмануты так же, как и миллиарды были обмануты до вас. Миллиарды были обмануты до вас. И поэтому Аллах Святой Навелик говорит, не забывай о своей доле в этом мире. И как говорит имам Аль-Куртуби, вашей долей из этого мира является ваш саван. Единственное, что вы заберете с собой, это ваш саван. Третьим обещанием сатаны было, прикажу им обрезать уши у скотины. Что делали неверующие? Они отрезали уши животных и отпускали их от имени своих богов. И где бы ни пали эти животные, они были дозволены для употребления мужчинам и запрещены для женщин. Было обычаем среди арабов, что если верблюдица рожала 5 или 10 верблюжат, то ей отрезали уши и отпускали во имя своих божеств. Им казалось, что нельзя эксплуатировать эту верблюдицу. Точно так же и самец-верблюда, ставший причиной рождения 10 верблюжат, был посвящен какому-то из божеств. Отрезание ушей символизировало это самое посвящение. Это означает, что придет время, когда сатана скажет людям изменять создание Аллаха Святой Навелик. И мы видим это сегодня. На самом деле, если вы посмотрите на наше общество, потребительское общество, где они пытаются создать цыплят без перьев, недавно в Швейцарии ученые испытали плодовую муху, и они вывели из нее ген, названный безглазой. А когда они заметили, что куда бы они ни ввели этот ген, глаз начинал расти, они ввели этот ген на 14 участках этой плодовой мухи, и во всех 14 случаях росли глаза этой мухи. Вы посмотрите, как они играют с Богом, играя с созданиями Аллаха Святой Навелик. Но на этом все еще не заканчивается. Вы посмотрите на тех, кто достигли вершины успеха. Такие как Майкл Джексон. Парень с нормальной внешностью несколько лет назад достиг вершины успеха, после чего был обманут мирской жизнью. Он, возможно, думал, что можно быть удовлетворенным чем-то большим, но только потом понял, что единственная удовлетворенность – это удовлетворенность сердца. Единственное состояние, при котором вы можете быть удовлетворенными – это когда познаете своего Создателя. И что затем он делает? Он начинает играться с очертаниями своей внешности, он начинает искажать свой образ. И так он становится даже не похожим на человека, потому что это то, что сказал Сатана. «Я прикажу им, и они поменяют, изуродуют Создание Аллаха Святой Навелик». И четвертое обещание Сатаны – это «Я прикажу им, и они будут изменять Создание Всевышнего Аллаха». Причист Аллах, традиционный комментарий этого аята был таким – сбривать бороду, что изменит Создание Всевышнего, потому что это было признаком мужчины. Выщипывание бровей, что тоже является изменением творения Аллаха Святой Навелик. Но так как Книга Аллаха Святой Навелик превыше времени и места, она предназначена на все времена, так как является руководством для нас досудного дня. И сегодня это относится к ГМУ-продуктам. Это и есть изменение нормального процесса, это изменение Созданий Всевышнего. Подумайте, ведь когда они берут незамерзающий ген из арктической рыбы и вводят его в помидоры с целью продления срока их годности – это игры с Созданиями Аллаха Святой Навелик. Потому что хотите верьте, хотите нет, но рыба не имеет никакого отношения к помидорам. Так не бывает. Это продукты ГМО. Вы играете с Созданиями Всевышнего. И посмотрите, что же может быть большим изменением Создания Всевышнего Аллаха, чем то, когда мужчина превращается в женщину, и женщина превращается в мужчину. Это и было четвертым обещанием Сатаны. И вы видите, что все это происходит сегодня в мире. Так что же может быть большим изменением, когда мужчина становится женщиной, а женщина становится мужчиной? Поистине были потрачены миллиарды долларов на телевизионные шоу и другие социальные медиа с целью продвижения всей этой грязи в обществе. Сатана и его приспешники используют каждую секунду, чтобы сбить людей, отдалить их от моральных ценностей и поощрять их, искажать творение Аллаха Свято на Велик. Искажать до такой степени, когда человек становится похожим на животных. Неужели вы все еще думаете, что все эти вещи всего лишь для забавы? Но Сатана насмехается над вами, когда вы способствуете притворению в жизнь его обещаний. Он хочет, чтобы сына Адама пали ниже животных. Поэтому-то он и пытается убедить людей измениться до уровня животных и следовать своим плотским желаниям. И не думайте, что Сатана обладает какой-то мистической силой, что делает его способным сбить вас. Он просто находится над существующей системой и есть множество людей, осуществляющих его планы, а общество следует за ними. Вот настолько все это просто. Держите себя и своих детей подальше от его уловок и обучайте своих детей моральным ценностям и воспитывайте их по книге Аллаха. Пророк Алейиссаляту Ассалям сказал, держитесь крепко за книгу Аллаха. И книга Аллаха – это хукм между вами. Это то, что выносит решение между вами. Это то, что отличает хорошее от плохого. Это не шутка. Если же вы думаете, что это шутка, тогда послушайте слова Пророка Алейиссалям. Слушайтесь в эти слова снова. Пророк Алейиссалям сказал, кто бы ни искал наставления в чем-либо другом, кроме книги Аллаха, из-за невежества, из-за того, что он верит в то, что руководство заключено в другой философии или в другой идеологии, а не в книге Всевышнего, то Аллах сломает его шею. Аллах сломает его шею. И кто бы ни искал руководства в ином, кроме книги Аллаха, то Аллах собьет их с пути. Вам не нужно ставить эти два предложения, чтобы понять, почему сегодня мусульманская община находится в упадке. Пророк Алейиссаляту Ассалям сформулировал это еще 14 веков назад, что если мусульмане подумают, что их честь заключена в чем-то другом, то Аллах опозорит их. Посмотрите на сподвижников, да будет доволенными Аллах. Это была группа людей, которых весь мир считал Асфаля Сафилин. И затем пришел пророк Мухаммад Алейиссаляту Ассалям и изменил этих людей. Он придал им стимулы и энергию. И это был ислам. И это были именно те люди, которых считали самыми худшими людьми, но которые стали самыми лучшими из людей после пророков, которые когда-либо ступали по земле. Что же это было? Это был ислам. Взгляните на одних людей, им подходит одна философия. Посмотрите на других людей, им подходит другая идеология. Но мусульманам не подходит ничего, кроме ислама. Потому что это община, относительно которой Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране. Вы лучшие из созданий, из всего человечества. Если вы думаете, что ваша честь заключена в какой-то другой философии или идеологии, то вы заблуждаетесь. Единственный период, когда мусульмане имели уважение, это когда они держались крепко за религию Аллаха, Свят Он и Велик. Взгляните на историю, когда они отвернулись от религии Аллаха, то и Аллах отвернулся от них. Поэтому мы и находимся сегодня в таком упадническом состоянии. Посмотрите на положение мусульман. Мы никак не поймем, что сегодняшние проблемы из-за того, что мы отвернулись от Аллаха. Нам нужно вернуться к Корану и Сунни и к словам пророка и найти свое лекарство. Но проблема в том, что мы ищем лекарства не там, где надо. Поэтому мы и находимся в больном состоянии. Разве мы не больны сегодня? Разве не запутано сознание молодежи? За что нам держаться? Разве не больны наши сердца из-за различных побуждений, имеющихся в обществе? Оно диктует и втягивает вас в различные направления. И чем больше направлений, тем более вы становитесь запутанными. Мы идем по множеству разных направлений. Сердца ослеплены, разум помутнен, мозги запутаны. И каково же единственное средство, способное излечить морскую болезнь? Это когда вы поднимаетесь на верхнюю палубу и смотрите на что-то абсолютно прямое, прямое как горизонт. Затем все замешательство рассеивается. И подобно этому, для нас тоже есть одно единственное руководство. И Аллах Святой Навелик говорит об этом в начале сура пещеры. Он говорит, хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу Писание и не допустил в нем неправды. Субтитры создавал DimaTorzok